К сожалению, у природы немало врагов. Самые опасные из них – браконьеры. Если раньше люди охотили, чтобы прокормить себя и свои племена, то это была вынужденная мера для выживания. Сегодня все по-другому. Для браконьера охота – легкая нажива для развлечения и удовольствия. Эта тема еще долгое время будет сохранять свою актуальность. Практически каждый день сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира выявляют тех, кто пытается навредить природе. Браконьерство было и есть очень актуальным злом. который еще существует у нас на территории конкретно Брестской области. Наверное, оно будет существовать до тех пор, пока будут такие присущие качества характера человеку, как жадность и жестокость. За прошлый год нами было изъято 57 единиц охотничьего огнестрельного оружия, которое не было загрегистрировано у жителей нашего региона Брестского. Выставка, посвященная взаимодействию природы и человека в стенах Краевического музея, проводится уже в третий раз. Это совместный проект учреждения культуры и Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Добиться того, чтобы человек почувствовал, что он все-таки часть природы, где все взаимосвязано. Вот цель выставки. На выставке представлена, конечно, часть только браконьерских снастей, приспособлений, которые используют для ловли рыбы и различного рода млекопитающих, птиц. И, кроме того, нам идея эта очень понравилась, и мы дополнили выставку своими экспонатами. Каждый экспонат представляет собой изюминку, потому что, ну, на самом деле, эти экспонаты после выставки, они должны быть уничтожены по правилам. Одна часть экспозиции рассказывает о правилах охоты, ведения рыбной ловли, о Красной книге Республики Беларусь, о рекомендациях при сборе ягод, грибов и первоцветов. А на второй представлены экологические плакаты. Формена одежда работников природоохранных органов, знаки отличия, технические приспособления. Хочу обратиться к нашим телезрителям и попросить, что, ежели у них есть какие-либо запрещенные в любительском рыболовском снасти, это могут быть и ставные сети, это могут быть сетевые подъемники, так называемые пауки, это могут быть всякие жаки, кломли, бредни. И с целью, чтобы избежать административной ответственности и не допустить, чтобы эти запрещенные снасти когда-либо вредили нашей природе, сдать их в добровольный порядок, в нашу областную инспекцию. В таком случае этот гражданин освобождается от административной ответственности за хранение запрещенных снастей. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктовая.